ДИМА БИЛАНО ДИМА БИЛАНО ДИМА БИЛАНО ДИМА БИЛАНО ДИМА БИЛАНО ДИМА БИЛАНО Ну, страшно ведь было. Ну, честно, давайте вот так нам. Было страшно. Когда мы выходили на сцену, у меня сердце колотилось, было страшно. Но когда уже мы начали петь припев, я как-то расслабилась и начала уже бояться. Я когда начала петь, мне стало уже легче, и я кайфовала на сцене. Ну, тебе сколько? Мне 8. 8, а тебе? Мне 11. 11, 8 и 11 лет, понимаешь, звезды первого канала. Что вы будете делать дальше, непонятно. Ну, видимо, Евровидение поедете покорять. А вы там были же уже? На детском. На детском, да. Да, да, да. Вы любите, да? Я автограф еще не взяла. Мы это успеем с тобой сделать сегодня. Так, девочки, расскажите, пожалуйста. Мы уже посмотрели ваше выступление. Как мы понимаем, Дима Билан повернулся прям буквально на последних аккордах песни. Что думали пока пели? Я думала, что к нам уже не повернуться, когда мы добивали последнюю ноту. И Билан нажал кнопку. Здорово. Я тоже думала, что к нам не повернуться. Я как бы расстроилась и закрыла глаза руками. А вы уже познакомились со своим наставником? Уже вблизи с ним общались? Он с вами? Мы, да, с ним пообщались уже немножко. Ну и расскажите, он человек или он звезда? Вот как правильно? Он добрый человек. Да? Позитивный, веселый. Всегда поддерживает. Ну и какие у вас планы? То есть что вы сейчас наметили, когда у вас уже следующий тур? Что вам сказали делать? Какое домашнее задание, так скажем? Ну, мы поедем уже на следующий тур, на второй тур. Песни нам пока еще не дали. Там дадут и мы будем разбирать. Когда поедете? В апреле. В ближайшее время. В апреле, ну то есть мы прям, можно вас уже поддерживать эмоционально и, так сказать, направлять. Скажите, пожалуйста, вот пользуясь случаем, у нас есть педагог. Вы ведь с самого начала творческой карьеры с девочками работаете? С самого начала. Сначала у меня была Сонечка с 5 лет, затем Лизонька с 4 лет занималась. Потом у нашей замечательной мамы девочек пришла такая идея создать дуэт. Ну, это все логично, да? Такие замечательные сестрички, обе талантливые, обе трудоспособные. Что немаловажно в нашем нелегком труде. И, конечно, вот с самого начала я видела все этапы их роста. Мы вместе росли, вместе учились и идем дальше вместе. Кто из вас самые трудоспособные? Мы вдвоем. Да вы хорошие какие! Ты же правильно знает, как надо отвечать на телевидение. Я же хотела спросить, а кому вы хотели вообще попасть из Носкан? Мы захотели к Билану, потому что это наша мечта. Ух ты! Прикольно! Восемь-то лет иметь мечту, где мне было. Восемь-то лет полжизни заниматься вокалом. Вот о чем надо думать, понимаешь? Вот о чем надо думать. Девочки, ну, честно сказать, мы всей областью, всем городом и все абсолютно желаем вам, конечно, победы. Это безумно приятно, что вы представляете наш регион. Мы, вы были на, опять-таки, на этом этапе с песней «Ваня», правильно? Да. Мы бы с удовольствием хотели утром. Друзья, у нас сегодня тема эфира, кстати, звучит. Как проснуться эффектно, быстро и просто. Мы придумали новый способ у нас в студии. Значит, чтобы эффектно проснуться, надо спеть песню «Ваня». А девочки, наверняка, когда просыпается одна, например, София просыпается, и она нет, чтобы говорить, Лиза вставай, и она «Ваня». И Лиза раз и начинает подпевать. Я думаю, даже, ты знаешь, не так. Надо спеть песню «Ваня» на шоу «Голос». Вот, потому что точно проснетесь. Итак, девочки, маленький фрагмент, можно? Три. Оп! «Ваня», 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 «А мореволы затихают иногда». «Ваня», 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 «А во мне печаль, как желтая луна». Браво, браво, талантливые дети. Давайте поддержим всей областью и всем регионам.